Итак, всем привет, с вами ДОПГ, мы продолжаем играть за Россию Виктория 3. Собственно, в прошлой серии мы неплохо подрасширились, опять экономику подподняли, уровень жизни, образования. Полностью растем. Построили себе немножко небоскребов в Питере. У нас бюрократия теперь благодаря этому, ну и благодаря тому, что мы кучу домиков построили, очень много. Так что в этой серии мы продолжим колонизировать, я думаю, продолжим немножко здесь вот захватывать территории. И думаю, будем потихоньку подходить к тому моменту, когда мы можем забывать о дурной славе и просто захватывать то, что хотим. Для этого, конечно, понадобится очень много военных техов, а до этого очень много пророчных техов, чтобы нашу экономику достроить. Поехали. И вот мы исследовали одну из наших основных тех. Это паровые трубины. У нас электричества, как можете видеть, не хватает, очень-очень существенно. Но с новым техом, я думаю, ситуация улучшится. Нужно будет, конечно, построить просто, господи, тонну угля. Да. Тонна угля, тонна двигателей, но зато электричество теперь реально очень дешевое. Давайте-ка найдем его. Да, у нас даже 6000 лишнего. Но учитывая то, что мы сейчас постоянно строимся, то... Да, вот этот вот плюс 6000 потихонечку сгорит. И забалансируется. С углем, конечно, да, надо сейчас будет поспешить, подстроить его. Но пока можно дальше что-то, да. Можно, допустим, вот это исследовать. Но я вижу, что оно и так распространяется, поэтому не будем тратить тачки. Вот это вот, кстати говоря, тоже съест неплохую часть этого электричества. А можно было бы телефоны, но нам пока они не нужны, я думаю, да. Это тоже электричество. Не уверен я, что у нас его будет достаточно. Искусственный шелк нам, в принципе, не нужен. Потому что у нас обычно есть шелк, нам в заводе синтетики, в принципе, не нужен. Как и краситель, да, от него. Но можно... Давайте-ка подумаем. Можно больше добавить, чтобы больше ГСМ производить. И вот это все. Также улучшить автомобили, получить, получить разведку моторизованную. Но в первую очередь ГСМ побольше качать. Так что поехали. И сразу после этого мы, наверное, пойдем вот сюда. Ставить насос и добывать больше ресурсов. Замечусь, что людские ресурсы у нас реально почти закончились. Осталось буквально меньше миллиона. Причем большую часть из них составляют безработные, которые появились в смену производства где-то, да. В разных местах. Так что нужно что-то придумать. Кстати говоря, мы теперь будем выпускать кино. Прекрасно. И раз у нас не хватает рабочих, нам бы их как-то получить. Да, вот эти вещи нам не дадут рабочих особо. Да, здесь где-то типа они снизятся, но не очень. По-моему, конвейеры у нас, да, рабочих снизят. Поэтому давайте все-таки конвейеры вперед исследуем. Получим побольше свободных рук. Получили мы новую теху. И неизвестно, сколько нам нужно работников. Нельзя вот это вот проскроллить вниз. Это ужасно. Я реально не могу прикинуть, сколько у нас что по электричеству. Да, но я точно понимаю, что нам вот это нужно, да. 16 тысяч двигателей у нас сейчас сколько не хватает. У нас сейчас не хватает 6 тысяч. И это при том, что мы импортируем, а 450 всего на самом деле. Так что нормально, нам даже какие-то будут лишними. И у нас скоро появятся автомобили. Видимо, надо будет переключать часть на автомобили. Это одно. Другой вопрос еще. Да, можем ли мы себе позволить... Так, вот это мы все можем себе позволить. Это не вопрос. Да. Вопрос. Можем ли мы вот это переключить? Я подозреваю, что да. Но давайте посмотрим. И ответ нет. Не можем. А мы еще увеличим наше электричество. Давайте проверим это вот здесь. А да, мы увеличим. Причем как раз таки мы освободим всю вот эту кучу угля. Двигатели повысим. Но GSM. Так что значит нам нужна GSM турбина. И возможно ее стоит тоже зарашить. Опять-таки по той причине, чтобы мы уже строили, как сказать, финальную версию нашей промышленности. По той просто причине, что ресурсов людских потом переводить туда-сюда у нас не будет. У нас уже все будет на заводе. Да, электричество очень дорогое. Так что давайте вот это мы вернем обратно на паровозы. И все еще оно дорогое. Но это уже как бы нормальная цена. Плюс-минус. А вот и протекционизм. Ура. Теперь мы можем хотя бы попробовать регулирующие органы поставить. Да. Да, здесь ребята недовольны. Но что поделать? Вам не повезло. Но нам нужно снижать смертность обязательно. Нужно еще больше прироста населения. Как говоря, нам повезло. И распространяющаяся следующая технология, это как раз конвейеры. И они у нас исследуются. Отлично. В ГСМ-турбины мы сразу вложим побольше очков. Думаю, тысяча так 10-12. И потом будем доисследовать четвертые техи. Чтобы потом, когда уже подойдет по количеству здесь, моментально взять ГСМ-турбины. У нас очередное восстание в Африке. Но это уже пыль. Почти вся Африка уже под нашим контролем. Сказали говоря, помните, Италия Аман там, да, хотела завоевать. Не получилось у них ничего. Зато война все еще бесконечно висит. Я не уверен, почему. Видимо, они не могут высадиться, что ли. И не хватает какого-нибудь расстояния. Еще чего, здесь ноль батальонов. Видимо, они даже не пытались. Странно и непонятно, но нам это только на руку. Возможно, мы сможем дожить до момента, когда мы сможем напасть. Кстати говоря, мне казалось, что мы уже можем. Да, мы уже можем. Давайте, значит, объявляем нейтралитет здесь. А, ну, здесь мы объявить нейтралитет не сможем. Значит, надо закончить вот эту вот игру. И вот, пока у нас есть момент, по-быстрому давайте попробуем Аман захватить. И затем займемся вот этим крестьянским восстанием. Потом, может быть, бахарейным. Но тут потихоньку расчистим вот эту всю мелочь. Веняли мы Аман. И, как я и ожидал, вот этот Аман стал обычным Аманом. Объявляем мы теперь им. Игру на захват. И антибар мы не можем. 17. Для нас дороговато прямо сейчас. Ну, я вообще ожидаю, что они на самом деле просто сдадутся. А вот и конвертное производство, которое откроет нам. Плюс еще рабочих. Рабочих очень не хватает. Так что это отлично. Нужно бы сказать, что куча ГСМа. Но с ГСМом в России проблем нету. Слава богу. И знаете, я чтобы ускорить прибытие сюда рабочих, даже поставлю здесь эдикт на... Вот, компанию лучшей жизни. В теории это должно помочь. В теории. На практике непонятно. Ну вот, да, средняя. Так что теперь здесь сюда кто-то должен пребывать. В теории. Сейчас ноль, но я думаю, потом пообновляется. И, наверное, от этого будет толк. В крайней мере, в это остается верить. И давайте посмотрим, где еще мы. Давайте вот в Саратове, видимо, да. Можно тоже будет это сделать. У нас, кроме этого, куча тут еще домиков не заполненных. А нет, слушайте, здесь заполнены. Но вот здесь нет, допустим, да. Так что давайте и сюда. И вот заодно посмотрим, насколько это будет помогать нам. ГСМ лихарадка закончилась. Тут дебафает. Но на самом деле она пройдет. Скоро уже, да? Да. Так что, я думаю, ситуация улучшится. Урожить здесь нормальный, да, как бы. Поэтому привлекатель должна быть нормальной. Миграция всегда должна происходить. Как бы, казалось бы. Но что-то непонятно. Надо еще, значит, нам, наверное, что сделать будет. Нам, наверное, стоит получить как-то вот этот баф. Единственная проблема, что даже если мы большие платим зарплаты, у нас все еще его нет. Нету. Да. И мы это исправить в ближайшее время вряд ли сможем. Все говорят, да, этот аман, получается, сдался. А вот здесь вот у него еще остались территории. Но это уже не сильно интересно нам. 83-4. Можем с Бахарейном, да, подразобраться теперь. 4-5. Погнали. Тут, кстати говоря, в этом заливе уже начала появляться нефть. Я слышал, что здесь ее появляется недостаточно. Но вот уже в Басре, да, и в Фарсе как бы нефть есть. В Фарсе мы уже ее застроили. В Басре мы ее тоже уже застраиваем. Но здесь не хватает людей. Но так или иначе нефть, да, качаем. И за них вступается Турция. Но Турция, это ты зря. А ну вот, они сдались и так. Давайте сломаем здесь все, что нам не нужно. Рыбу здесь делают. И пускай вон табак делают. Чтобы здесь просто люди отсюда не уезжали. Чтобы здесь все еще была какая-то работа. Возможно, в будущем здесь появится нефть. Верим в это, да. И тогда эти люди здесь пригодятся на новых наших фабриках. В общем, на наших новых... Что-то, в бровых вышках. Да. Подстраиваем параллельно просто везде ЖД. Но у нас часто бывает, что просто нет людей на ЖД. Но в среднем более-менее рынок везде соединен. Кстати говоря, мы же... Вот этот Бахрей, новый Бахрей. Значит, у нас с ним перемирия нету, да. Следовательно, нападаем. Почему бы нет? И знаете, чем мы можем заняться? Почему бы нам всю Африку не начать уже включать? Это ударит по образованию, как я говорил, да. Но это ударит не скоро. На включение нам потребуется вон там где-то по 20 лет. К моменту, когда мы это включим, нужные техи мы уже изучим. А институты сюда вот будут, видите, потихоньку распространяться. Еще до, я надеюсь, учитывания их в общей образованности. То есть, и следовательно, потихоньку эти регионы тоже будут развиваться. Там Турция все не может успокоиться. Она опять будет зайти в войну. Но у нас нету вещества, что-то у нее съесть. Но вот репарации просто с нее снять вообще легко. Можно еще и открыть османский рынок. Почему бы нет? Завоевание, да. Уже мы особо ничего позволить себе не сможем нормального. Так что, готовимся воевать, я так понимаю. Ну, конечно, игра должна дать нам всего 7 батальонов против их 24, хотя она в два раза больше. Я все жду следующего прохождения, чтобы пофиксить это модом. Но на саму войну это особо не скажется. Мы уже захватили нашу цель войны. Так что остается просто немножко повоевать с Турцией, чтобы, возможно, от них получить репарации. Ну да, видите, здесь уже Бахарин сдался. Турция продолжает воевать. И более того, мы этот бой что, выиграем что ли? Неужели у нас хватит морали 7 против 26 провоевать? Ну, стат у нас намного сильнее, да? Судя по всему, они просто по морали отъедут. Ну и по потерям понятно, что мы наносим намного больше. Но самое главное здесь... А, тут... А, нет, смотрите, все правильно, 101. Где-то что-то там не учлось. Но, допустим... Да, они просто по морали, проиграли. Они не смогли нас победить. 7 против 26. Проклон у нас плохой ивент. У нас уменьшился очень сильный шанс, поэтому я, пожалуй, отменю этот закон. И пока что попробую продвинуть тот, который попроще можно будет продвинуть. Закон о бедняках. Нам бы начать уплачивать нашему населению какие-то деньги, чтобы... У нас, видите, здесь много безработных, на самом деле, да? 600 тысяч. И они периодически будут появляться из-за вот этих вот смен техов. И, в принципе, из-за колебаний в рынке. И можно было бы социальными выплатами тоже и их уровень жизни поднимать. А у нас все-таки он очень хороший. Это должно в теории сыграть еще нам на руку по лоялистам, радикалам, да? Так что давайте попробуем это продвигать. Здесь же мы сделаем вот так. Творецкое собрание, помните, у них когда-то было 44%. У них осталось всего 4,8. И я думаю, наш царь сменится уже скоро, да? И они вообще пропадут из влиятельных. И станут отчужденными. Там же, где и православные. Вот мы открыли, кстати говоря, и ГСМ. Эти электричества. Хотя я хотел их чуть отложить, но... Электричества нам просто слишком не хватает. Посмотрите, на это минус 15 тысяч. И одним этим апгрейдом электричества мы пофиксим всю проблему. Конечно, появятся теперь проблемы некоторые с ГСМом. Но мы ее и так уже пытаемся решить. Так что эта проблема для нас не новая. И да, в Аманском побережье есть буровые вышки. Это значит что? Что все эти нам фабрики не нужны? Табак. Это все, это пыль. Всем бегом на буровые вышки. А вот мы смогли принять закон о бедняках. Достаточно быстро. Эта новость приятная. Сразу давайте институт повысим. И подумаем насчет следующего закона. Я думаю... Блин, вот да, с одной стороны уровень рождаемости я бы не хотел снижать. Потому что, ну... Очевидно, он прирост населения повышает. С другой стороны, рабочая сила мне нужна. Ну, наверное, пока пускай сейчас стоит рождаемость, да? У нас еще есть время поплодить население, на самом деле. Я думаю, я хотел бы массовый призыв поставить. По той простой причине, что он самый сильный из всех этих из-за темпа обучения. Давайте-ка это и сделаем. Пока у нас есть возможность. Потому что очень часто бывает ситуация такая, что... Они просто... Ну, одни группы. Никто не хотят его. Пока хоть кто-то его хочет, давайте попробуем именно его и принять. К тому же, это забустит профсоюза, а это выгодно. Они дадут нам вот эту рабочую силу. И в теории у нас должно появиться больше рабочих. Да, так и есть. Теория оказалась плюс-минус правдивой. Только непонятно у нас, как именно это работает. Это моментально или это не моментально? Да, то есть моментально у нас появляются рабочие или нет? Но в любом случае, рабочие растут. Потихоньку нефть у нас заполняется. Это не может меня не радовать. У нас только плюс 42% уже. Большая часть зданий, в крайней мере прибыльных, может себе позволить работать с нефтью. И с наполнением нефтью будет им наполняться и электричество, и, я думаю, множество других зданий. Потому что, допустим, стекло тоже от нефти зависит. А плантации, наверное, нет. Плантация зависит от всяких двигателей. Но двигатели тоже зависит от нефти, как и сталь. То есть, короче говоря, много зависимостей здесь есть. Сталь зависит еще от электричества, точнее, поэтому и от нефти. И очень большая вот такая зависимость сейчас сводится к удешевлению нефти. И война с турком шла медленно, поэтому я решил высадиться на Балканах, как обычно, да, из Прибалтики. И это получилось достаточно успешно. У него здесь войск нету, все на востоке. Ну как, это условный восток? Это восток и почему-то еще в восточной фраке. Мне вообще непонятно почему, но допустим. И после выставки дела пошли намного лучше, так что репарации от Турции я добьюсь. И тем временем мы перебили порог в 25. Порогом я это называю, потому что картинка меняется, да. Так это никакой особо-то не порог. Хотя с другой стороны, да, это порог, потому что у нас вот отсюда 50% плюс от благосостояния, 50% в теории. Поэтому, допустим, посмотрим вот так. Рабочие. Пожалуйста, не лагай. Ну-ка. Доступность образования 100, да. 50% от реформы и 25% от образования. То есть в теории в среднем мое население стремится к 100% образованности. Отлично. Там забавно, в Германии восстали поляки. И на их сторону встали США. В теории можно было бы приколу бы тоже встать, но от Германии мне, объективно говоря, не особо что-то нужно. А вот сюда я бы потратил новое бесчастье, чтобы побыстрее сделать красивый единый полуостров. Вот они сдались сразу. Отлично. Можем теперь продолжать. Это Австрия? Господи, как ты здесь оказалась? Можем продолжать завоевывать. Вот сюда Австрия их поддерживает. Забавно. Так вот, давайте вот сюда, в Кассири. Прямо сейчас в Австрии не хочу воевать, у меня с ней есть граница в Европе. Но к этому можно на самом деле подготовиться, подстроив... Хотя как подстроив? Нам надо просто тихие подкачать чуть-чуть, и мы после этого будем вообще готовы. И они неплохо распространяются. Здесь я вот сюда повкидываю очки, жду, пока у меня эти пораспространяются. Просто дело в том, что вот сюда-то распространять... Распространяться очки не будут. И если я потрачу очки туда, что будет распространяться, то их, можно сказать, потрачу в никуда. Потому что потом, так как пятой технике никто не исследовал, сами они распространяться не начнут. Здесь вы поняли, о чем я. И будете стараться делать так же. Можем Хиджас добавить к Азусы Белли. Ну-ка, всем, сетон с репутацией. Можем сделать так, можем сделать так. Кто-то кавер с Англии. Можем сделать вот так. И у нас еще 89, только всего лишь Варскора. У них заносчивость, они точно не сдадутся. Так что мы мобилизуем армию и готовимся воевать, завоевывая дальше колонии. Начинается война. Они не сдались, как я и ожидал. Так. Тут ничего интересного. И они тут простые. Делаем мы здесь высадки. Вот здесь просто пытаемся потихоньку пробиться, ну и успешно, собственно говоря. И массовый призыв. Неплохо так идет. Я думаю, вполне скоро мы его примем. И после этого начнем. Во-первых, посмотрим, что мы еще не приняли. Наверное, мы примем. А... Здесь все готово, готово, готово. Вот это поменяем еще, да? Поставим все регулирующие органы. Можем поднять налоги. И после этого можем уже заняться вот этими политиками, да? Всеми. И вот, закон принят. Отлично. Давайте теперь повышать налоги. Можем сразу попробовать поставить в прогрессивный, но он нам реально денег не добавит. Единственное, что он сделает, это он снимет нагрузку с самого бедного населения, да? Ну, примерно. Надо подумать. В целом, наверное, есть в этом смысл. Давайте так и сделаем. У нас много богатых. В теории, это должно поднять уровень жизни как раз кинейшего класса, а именно им его немножко еще не хватает до стопроцентной образованности. Конечно, профессиональный налог очень жестко добавит, да, деньги. Нам, ну, хочется, хочется, чтобы у нас и у бедных все хорошо было, и чтобы бедные тоже неплохо поднимали уровень жизни, поднимали спрос и поднимали свою образованность таким образом. И вот тоже тут вот эти две державы сдались, осталось лишь кассири, кассири сдались. Давайте лохедж попробуем. Никто там за него не вступится в приколон. А, за него вступится за Исак. За него вступится Египет. А вот за этих мне просто хочется уже маленькие победоносные войны, так сказать, да? А, напоследок поделать а синт, слушайте, может синт? Вот синт звучит как то, что нам надо. 83-2. Где мы вообще эту грани... Блин, у нас очень красивая граница, я бы ее даже не хотел пока что двигать. Пускай пока что так и будет. Да? Так что да. На этом, я думаю, тогда мы закончим серию. В следующей серии мы уже добьем вот это вот. Мы уже отвоюем со всеми тут державами, что претендует на эти территории. В основном Австрия и немножко там Италия Османы. Османов самое главное вот эти территории мы отбили. Нефти мы себе надобывали. Уже 24 тысячи нефти добываем. Очень уверенно. У нас ее никто не выкупает, потому что яишки не умеют пользоваться нефтью. И, кстати говоря, Австрию мы не просто так будем, мы еще за Галицию, я думаю, с ней повоюем. И, возможно, мы также повоюем потом с Германией. Ну и, конечно, тут вот в Америке есть. Я вижу, в Южной Америке тоже есть. Так что, да, будем распираться. и будем думать, что мы хотим делать с нашими законами вот здесь. Хотим ли мы в итоге прийти к Республике? Возможно, да. В любом случае в следующем будет налог. Потом опять вернемся к вот этому закону. Это все-таки закон, который нам нужен на эффективность. Налог это все-таки более такой, не знаю, пол-РП, я бы сказал, я бы в такой более-менее компетитив партии 100% брал бы вот эти деньги. Ну и потом уже, да, вот здесь вот тоже будем, наверное, что-то менять. Кроме мультикультурализма он вызывает лаги, его мы брать не будем. Так что, ребят, с вами был Дубгай, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, все как обычно. До скорых встреч, пока.